Художник Мария Мунтян. Несколько лет назад она приручила H2O. Вместе с дочерями проводила физический опыт и случайно открыла для себя древневосточную технику рисования на воде. Другими же словами, Эбру. До наших дней техника сохранилась практически в традиционном виде. Краски изготавливают из пудры минералов, воду для загустения настаивают на эстракте гивена или каргинана, а кисти делают из стебли розы. Мария, расскажите, когда все инструменты перед нами, с чего начинается рисунок? Рисунок начинается с создания фона. Мы используем две руки и технику набрызга. Несколько минут и цветные капли превращаются в картину. Так можно создавать абстракции, пейзажи и даже портреты. Вот, например, сейчас я использую бис, палочка. И получаются такие восточные мотивы, перышки. Сейчас я буду постепенно наслаивать бумагу. Волшебный момент. Вот весь принт, он перешел на бумагу. Ажурные узоры также можно перенести на дерево, стекло, текстиль или керамику. Такие возможности вдохновляют не только художников, но и дизайнеров. Есть блокнот, который имеет такую текстильную обложку. Это также мы принт переносили на натуральный шелк. Краска легко переносится на деревянную поверхность, поэтому можно сделать такие дизайнерские украшения. Принты с водной глади в дизайне использовали еще несколько веков назад. На фон наносили каллиграфические тексты и такими страницами украшали книги. Два искусства и сейчас комбинируют саид сахраи. Это завершенная работа. Обычно сверху пишется название поэта и в конце пишется подпись каллиграфа. Можно каллиграфию получить релакс, можно успокоиться, погружение в себя. Каллиграфия, ибру или пескография – все эти художественные техники можно освоить в Минске во время мастер-класса, в том числе и онлайн. Елена Витко и Николай Лошкевич увидели, каким бывает искусство в твоем городе.